Несмотря на то, что мы все больше времени проводим в интернете, книги все равно не потеряли свои ценности. Их хранилище – библиотека. Всегда вызывает в душах заядлых книголюбов трепет, а работники этого особенного места – уважение. Так и в нашей районной библиотеке всегда встречаются с улыбкой и желанием помочь. Беседуя с директором Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Мариной Хакуновой, понимаешь, насколько искренне она любит свою профессию, ей нравится работать в мире книг и общаться с людьми. Закончила я после окончания школы, поступила в Кубанский аграрный университет, закончила его в течение пяти лет, я училась там. Затем родила двоих детей и пришла в библиотеку. Это было в 1999 году. И с 1999 года я работаю уже 17 лет. Потом, когда я пришла в библиотеку, стала необходимость такая, чтобы учиться в институте культуры, так как непрофильное образование у меня было. Но в институте это было второе образование, и пришлось идти в колледж культуры, в Краснодарский колледж культуры. Я училась три года и закончила с красным дипломом. Что повлияло на выбор профессии? И вот не жалейте, что выбрали именно? Библиотечные дети. Ну, повлияло, наверное, я с самого раннего детства. Любила читать, постоянно засижу в библиотеках. Мне было это интересно, потому что, вот, когда я читала книги, мне представлялось, что я становлюсь участником этой книги. Вот, как будто бы я где-то путешествую. Мне это было интересно вот с самого начала. И вот как-то жизнь, наверное, сама определила так, что я стала библиотекарем. Родилась Марина Колубатовна в поселке Иннэм Тахтамукайского района. Окончив 10 классов, поступила в аграрный университет. В 1989 году вышла замуж, родила сына и дочь. Начала она свою трудовую деятельность в 1999 году библиотекарем. А с 2007 года занимает должность директора Межпоселинской централизованной библиотечной системы Кашхабльского района. Недавно наша героиня получила заслуженную награду. Ей было присвоено почетное звание «Заслуженная работник культуры Республики Адыгея». Как вы номинировались на эту награду? Это был конкурс или что? Нет, это не конкурс был. Это руководство приставило меня к этой награде. Сначала номинировала, а потом там уже комиссия заседала, решали. Мне поддержали коллеги и руководству, и коллегами я выражаю большую благодарность за это. Что для вас значит эта награда? Ну, как это оценка моего труда, наверное. Вы знаете, вот наша центральная библиотека существует с 1932 года, это уже 1994 года. И вот за это время ни один библиотекарь не получил эту награду. Знаете, обидно, потому что очень много достойных было и до меня, и сейчас со мной работают. А так получилось, что получила первая я. Я вот думаю, что это не прекращалось, чтобы наш труд был оценен по достоинству. Марина Гаконова не собирается останавливаться на достигнутом. И планы ваши на будущее? Дальше расти. Хочется быть нужным людям, чтобы не забывали о библиотеках. Сейчас же вот развлекательный утро развивается очень быстро, семейными шагами. И вот библиотека как-то остается в стороне. И вот я и мои коллеги, мы хотим, чтобы мы не оставались в стороне. Потому что, как сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, что библиотека – это самое главное в культуре. Что если жива библиотека, то жив и народ. Марина Голубановна так увлеченно рассказывает о своей работе, сразу видно – человек на своем месте. В процессе общения мы много чего нового узнали о работе библиотекарей. Было отмечено, что эта работа не ограничивается в выдаче книг. Помимо этого, здесь существуют другие интересные услуги. А как дальше? Вот у вас книги и все, что вы еще можете предоставить? У нас, например, вот открыт Центр правовой информации. Вот здесь вот как раз это компьютер, и приезжает Гарант Плюс. Эти работники, они постоянно меняют у нас программы. И там выходят вот эти законодательные акты, которые вот последние поступили. И мы можем ознакомить и пенсионерам, и детей. Вот кто вот нуждается в правовой помощи, мы можем оказать, пожалуйста. И у нас еще новое, знаете, что? Вот по компьютеру мы передаем книги электронные. Не то, что человек пришел и сказал, вот мне нужна такая книга онлайн. Мы можем даже так предоставить книгу. Человек не приходит, а просто онлайн записывается, и можем так предоставить книгу. Это уже новшество, видите? Мы идем навстречу новому и хотим предоставить новое эти. Пожелаем нашей героине дальнейших творческих успехов.